Здравствуйте, меня зовут Нина, 5 лет я живу в Испании. У меня есть ребенок, которому 3,5 года, и я сегодня расскажу вам о своем опыте о родах в Испании, ну и немного об актуальной информации на сегодняшний день, так как мой опыт уже имеет некоторый срок давности. Значит, находясь даже нелегально в Испании, вы имеете право встать на учет в государственной клинике и соответственно быть на учете и рожать бесплатно. Для того, чтобы это сделать, у вас должна быть обязательно прописка испанская, для того, чтобы вы знали, к какой поликлинике вы будете относиться по испански поликлиника Centro de Salud. И для того, чтобы встать на учет, вы должны сначала пойти к платному врачу-гинекологу, который вам даст справку на испанском языке о том, что вы действительно беременны. Дальше вы с этой справкой и со своей пропиской обращаетесь в Centro de Salud, есть такой там Трабахадор Социаль работник, он вам выдаст какие-то, если вам нужно будет еще бумаги донести. Дальше вы обращаетесь прямо на регистратуру, подаете свои документы, они вам дают временную, временный СИП, временная такая карточка, по которой вы можете обслуживаться у своей Матроны, у врача, она вам будет назначать бесплатно различные анализы на кровь, на мочу, ну и любые по необходимости. Плюс, помимо прочего, вы имеете право на полное медицинское обслуживание во время беременности тоже бесплатно, то есть даже если у вас имеется эта карточка временная и у вас будет какая-то болезнь, не связанная с беременностью, с анализами вашими, но вы все равно можете бесплатно обслуживаться у любого врача в это время. Также здесь вам будут назначать анализы УЗИ уже в госпитале, то есть если вы находитесь в городе Торревьеха, как я, вот вы будете ездить на УЗИ, вот, например, у меня была такая ситуация, что мой ребенок плохо набирал вес и в связи с этим у меня было УЗИ каждую неделю, то есть как бы есть мнение, что здесь плохо обслуживают или там, что здесь врачи не очень присматривают, но я считаю, что это неправда, потому что возможно просто у вас все замечательно, здесь врачи не накручивают, не будут вас заставлять там дополнительные проходить платные анализы без необходимости, даже как и бесплатные, все анализы назначаются по необходимости, если у вас вдруг будет необходимость ввести с вашими там плохими анализами, то обязательно за вами будет дополнительный присмотр, вот, у меня было каждую неделю УЗИ, я ездила на него как на работу, вот, и когда наступило время родов, здесь то также роды могут быть по назначению, да, у меня были по назначению, то есть мне дали направление на роды, также может быть у вас как бы роды по факту родов, то есть во время схваток вы обращаетесь в госпиталь и вас уже направляют в палату, палату предоставляют бесплатно, это будет одноместная палата у вас и в ней еще будет дополнительная такая выдвижная кровать, то есть с вами может находиться отец ребенка, ваш муж или там мама, или может быть какой-то для вас помощник, также на роды вы можете с собой взять мужа, сестру, маму, может быть вам нужен будет переводчик, это тоже можно, то есть во время родов, для того чтобы он вам там переводил, что от вас хотят врачи, помогал контролировать процесс, ну есть помогал вам, это все допустимо, за это не нужно дополнительно никакую плату, все это входит в ваше обслуживание, так, дальше, значит, то, как родился ребенок, и вот народы, вам с собой брать, ну кроме там зубной щетки, каких-то ваших личных средств гигиены, в принципе, не нужно, выдаются там полотенце, все-все-все-все выдается бесплатно, и как мамочке, так и ребенку, дальше будут вас, ну обычно примерно 2-3 дня больше здесь не держат, тоже питание, все будет бесплатно, вам будут приносить каждое утро меню, которое вы можете себе выбрать на день, ребеночек, если все в порядке, будет находиться вместе с вами в палате, вам предоставят ванночку, предоставят там полотенце, какие-то средства гигиены, памперсы для него, покажут вам, как правильно кормить его, ну если вам будет что-то непонятно, задавайте обязательно вопросы медперсоналу, медперсонал очень отзывчивый, и если они будут видеть, что вы интересуетесь, они вам помогут обязательно, если же у вашего ребеночка будут какие-то, например, проблемы, он будет недоношен или еще что-то, то здесь очень хорошее отделение неонатологии, ребенок будет там лежать, даже если вас уже выпишут, вы можете находиться с ним в больнице в палате, есть такое как бы положение, абитасьон называется, то есть мамочке предоставляется только палата, вас там не кормят, ничего, но вы находитесь бесплатно в палате, это для того, чтобы вы могли поддерживать связь со своим ребенком, который находится там в кюветике, под лампой, или потом уже просто, для того, чтобы вы могли его кормить грудью, или просто там смесью, но как бы быть рядом с ним. Тоже это все бесплатно для вашего ребенка, тоже после родов, после выписки вам для ребенка выдадут тоже временный СИП, вы можете его, если вы не получили еще в это время резиденцию, вы тоже можете его еще, по-моему, год обслуживать бесплатно, ребенка медицинская, обслуживание для него, прививки и все прочее, все будет бесплатно. Посещение педиатра после рождения ребенка в течение года тоже бесплатно. Дальше вам выдадут специальную бумагу, по которой вы можете сделать ему свидетельство о рождении в регистру цивиль, даже если вы не являетесь резидентами, вам нужно будет взять паспорт свой, отца ребенка, прописку и пройти в регистру цивиль, где вы оформите свидетельство о рождении ребенка или брудой фамилию. Потом эти документы пригодятся, конечно, ребенку для оформления гражданства вашего. То есть, если вы граждане России, вам это свидетельство о рождении, потом нужно будет предоставить ваше консульство и оформить гражданство Российской Федерации. Если вы граждане Украины, то, соответственно, в консульство вашей страны или любой другой. Но это свидетельство о рождении будет, если вы будете где-то потом указывать место рождения ребенка, это будет город Оревьеха, Испания. Насчет платных родов просили узнать. У меня, честно говоря, не очень много об этой информации, но, естественно, есть страховка по родам. Вы тоже можете застраховаться и потом рожать в платной клинике. Ну, я несколько слышала отзывов не очень хорошие о том, что, как бы, делали кесарьное сечение, то есть, для того, чтобы страховка была более обширной и более, как бы, дорогой для человека, но, как бы, оправдывалась для клиники. Не знаю, насколько достоверная информация, но считаю, что бесплатные роды здесь на высшем уровне, и обслуживание медицинское, и последующее сопровождение, все просто замечательно. Я была очень довольна тем, что родила здесь ребенка. Спасибо вам за внимание. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите свои комментарии. Обязательно на них ответим. Можете написать мне на страничку в Facebook, в Messenger. Я доступна. Также подписывайтесь на канал Алегрия. Всего вам доброго. До свидания.